16-летний маляр Михаил Челышев приехал в Самару из деревни. В 26 он уже депутат городской думы. В 43 представляет губернию в Санкт-Петербурге в Госдуме. Через год уже городской голова. Проект всей своей жизни он вынес на государственный уровень – борьба за трезвость. Челышев не побоялся объявить войну производителем алкоголя в России и главному виноделу императорской семьи. Михаил Дмитриевич на приеме у Николая II даже отказался выпить за здоровье его величества. Эти и другие интересные моменты его жизни описаны в книге «Апостол народной трезвости». Что удивительно, сухой закон в России все-таки приняли в 1914 году. То, что его идеи актуальны, в этом нет никаких сомнений, потому что деградация, она налицо была тогда и она налицо, в общем-то, именно и в наши дни. Американская мечта по-самарски – этот человек сделал себя сам. Так о Михаиле Дмитриевиче Челышеве говорили историки, журналисты и руководители Самары в день его рождения. «Он оставил это наследие нам. Правда, оно было немного забыто в советские времена. Сейчас это возобновляется. Это и борьба с алкоголизмом, это и стремление к всему передовому, это и развитие города, строительство города и его процветание». Доходные дома и бани – храм веры, надежды, любови и матери их Софии. То, что оставил Самаре Михаил Челышев. Потомки городского головы начала 20 века – частые гости в городе. На юбилей со дня рождения в Самару приехали внук и три правнучки успешного предпринимателя. Торжества прошли в Самарской публичной библиотеке. Продолжился праздник в Струковском парке Челышевскими гуляниями. «Вся моя жизнь, все мое детство и юность пропитаны маминами рассказами. И в 1948 году мы первый раз с мамой попали в Самару, шли по улице и вдруг слышали «На Челышевские, на Челышевские дома давай». Мы удивились, спросили, что это такое. Мама не знала об этом. И нам сказали, да вот, это Челышевские дома, одна улица Челышева. Нет Челышевские дома. Мы были поражены, что это имя живет в этом замечательном городе». При Михаиле Челышеве в Самаре появился народный контроль за деятельностью чиновников. Пресса получила доступ к работе мэрии. Самара стала новатором среди городов Поволжья в деле озеленения и асфальтирования улиц. Сергей Кизоркин, Василий Колдашов. События.